Приветствую вас, друзья! С вами Варчик, в этом видео поговорим про Объект 430. Не так давно я начал его качать, из 44-ки спокойно выкачал его, на 44-ке бодренько, весело поигрался, активный такой танчик, порубился, нормально выкачал, но 430-го не сильно спешил покупать, поскольку когда-то пробовал играть на этом танке, на тесте. В принципе он мне не очень нравился, какой-то говняный был танк, кривая пушка нестабилизированная, да и броня на 10 уровне у него была какая-то дряхлая, везде все пробивалось, просто дыра. Тут еще и поставили какую-то пушку, альфовую, явно косая, ну и в общем, что-то у меня уже отторжение было от этого танка до того, как я на нем покатался. Ради зрителей они просят, думаю, ну надо, кто если не я. Покупаю этот танк, снаряжаю там экипажами, модулями, топ-байками, ставлю досылатель, стабилизатор, просветленку, топ-байок и еду кататься. Накатался там десятки боев, по сути танчик, если грубо говорить, в плане прокачки не вызывает дискомфорта вообще. Во-первых, после того, как мы после 44-ки его выкачали, для того, чтобы вывести этот танк в топ, нужно всего лишь выкачать двигатель и все. Гусеницы можно, в принципе, не трогать. Они там вообще какие-то внизу ненужные, никуда не ведущие гусеницы, которые ничего не дают. Я поставил все модули, все расходники и мне не понадобились гусеницы, веса мне хватало. Да и какие-то гусеницы, скорость поворота корпуса они не увеличивают, только на одну тонну увеличивают максимальный вес танка. Все. Какая-то бредятина. Зачем они нужны, непонятно. Выкачал просто двигатель, танк стал бодрее ездить. Кстати, на этом видео танк еще ездит на стоковом двигателе. Танк, в принципе, по скорости не сильно быстрый, но проходимость по грунтам высокая, удельная мощность там чуть меньше 15. Танчик, в принципе, ездит нормально, если не в гору. А так, никаких вообще претензий. Для той брони, которая у него оказывается нормальная, Все практически восьмерки с невысоким пробитием, там, 212 танкуются только так. Немножко, если есть какой-то холмик, занимаете этот холмик, Доворачиваете корпус и танкуется легко. Главное, просто там, сильно борт не выворачивает. Ну, нормально, адекватно, если танковать, он легко отбивает. Даже девятки с небольшим пробитием тоже танкуются легко. Поэтому танк танкует, ездит, выкачивается легко. Пока что претензий никаких. Дальше немного хуже. Обзор 380. Ну, если там накидать перкал, доппайков и просветленку, обзор будет нормальный. Но танк горит в лоб. Поэтому доппайок если и ставить, то только если ваш экипаж готов к этому. И умеет быстро тушить пожары. Либо командир, мастер на все руки и доппайок стоит вместо аптечки. Но с нынешней артой убирать из танка аптечку, это как-то стремновато. Но я просто на мужика поставил доппайок, горю периодически. Но зато стабилизация, точность и обзор у меня лучше. У меня нет перка вообще ни на пожаротушение, ничего. Просто горю. Но зато я большинство боев получаю удовольствие. Потому что пушка у нас сведение 2.5, разброс 0.42, средний урон в минуту 2412, пробитие 238, альфа 390. В принципе, точность у нас как у тяжелого танка, а сведение как у плохой СТшки. Но при этом, при всем, есть еще советская стабилизация. Плюс еще снаряд летит медленно, 800 с чем-то там метров, и упреждение нужно брать больше. Для меня это в принципе не проблема, но при том, что я беру нормальное упреждение, когда стреляю вдаль по едущим танкам, пушка все равно имеет точность 0.42, и насколько бы вы хорошо не брали упреждение, попасть шансов вдаль не сильно много. Но в этом во всем помогает мне доппайок. За что я расплачиваю с частыми пожарами. 3000 среднего урона держится на нем легко. Главное играть среднюю дистанцию. Против восьмерок, семерок вообще можно более дерзко играть, ничего не бояться. Против десяток уже лучше позиционно, как-то отыгрывать аккуратно. Если есть возможность, конечно, можно и десяток нахлобучить. Главное, чтобы не вы все принимали, потому что танкануть десятку у вас вряд ли получится. По крайней мере, стабильно точно не получится. А вот всякие восьмерочки танкуются хорошо. И что мы получаем в итоге? У нас получается средней подвижности средний танк с альфой, с хорошим таким ДПМом, как для альфы. Плюс еще у нас имеется броня. Легко танк выкачивается, не надо страдать в стоке. Получается довольно-таки добротный танк. На удивление, мне танчик понравился. Ошибки иногда прощает. Позволяет танковать. Имеет альфу. Немножко кривоватая, конечно, пушка. Но, в принципе, заряжается довольно-таки быстро. Пробитие средненькое такое по уровню. Накидывает урон довольно-таки быстро. В целом, танк вышел добротный. Тем более, это девятый уровень. А девятый уровень, как вы знаете, я очень люблю и считаю его самым лучшим в игре. Поэтому, вполне рекомендую этот танк прокачивать. Особенности у этого танка я рассказал. При этом, при всем, 5 градусов Уэна на этом танке не так жестко ощущается, поскольку он очень низкий. Если быть внимательным к рельефу, на котором вы стоите, то пушка у вас будет всегда легко опускаться. Да и из-за всяких небольших холмиков танковать достаточно легко. При такой высоте танка. Плюс, еще очень приятно поджиматься к японским алкотанкам. Они попросту не опустят на вас ствол, если не заедут с жопой на какую-нибудь гору. Вышел довольно-таки прикольный танк. С вами был Варчик. Грать красиво. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok